Добрый день, это программа сферы в спорту, микрофон Игоря Власова. Мы продолжаем следить за развитием велодвижения в городе Кирове. И сегодня передо мной главный ньюсмейкер всех велопокатушек, велофестов и велопарадов города Кирова и еще много чего велосипедного, Григорий Францев, президент Федерации велоспорта Кировской области. Григорий, добрый день. Здравствуйте, Вера. Итак, предлагаю я начать с того, на чем мы с вами в прошлый раз остановились. Это велопарад, ну, на мой взгляд, одно из самых ярких, самых массовых, будем так говорить, событий в жизни велосипедной города Кирова. О том, как он проходил и его результатах, расскажите, пожалуйста. Ну, что он пошел замечательно. Во-первых, начнем с того, что мы планировали ориентировочно 400 человек, да, а номеров распечатали 600. С запасом. Да, с запасом, а пришло еще больше, то есть пришло примерно 750 человек. Притом это пришло на старт, да, к Большому Глобусу? Да, это пришло на старт к Большому Глобусу. Но ведь по ходу движения тоже еще люди дополнительно присоединялись, и детки там еще ехали. Присоединялись, да, то есть, возможно, людей было еще и больше. То есть в следующем году мы распечатаем тысячу номеров, надеюсь, что хватит. Посмотрим. Нет, надеюсь, что не хватит. Надеемся, что не хватит, да, на самом деле. Ну, это очень красиво было, когда финишировала вся колонна велосипедная так по спирали. Ну, финиш это было вообще экспромт, то есть никто-то изначально не планировал, чтобы он так кататься по кругам. Просто, ну, само собой так организовалось, а я думаю, что следующий год это же будет традиция. Самым естественным образом причем организовалось, очень органично и красиво. Отзывы участников, отзывы властей, да, присутствовали в городе, насколько я помню, да, на велопараде? Ну, давайте по отзывам властей, как раз после велопарада, для Вячеслава еще начал делать велорейды. То есть я считаю, что это очень значимое мероприятие для города, в том плане, что сейчас дополнительный акцент сделан на планировании обустройства велосипедной инфраструктуры. По отзывам участников, всем все очень понравилось, но за исключением того, что не хватило номеров, нам люди писали, что почему напечатали так мало. Но, к сожалению, мы не знали, сколько будет людей, мы ориентируемся, исходя из велопарада, который мы проводили в прошлые годы, да, и там, как раз 400-450 человек, это был наш максимум. Вот, но за несколько лет, видимо, количество велосипедистов выросло просто в разы. Да, да. Да, естественно, в следующем году мы планируем еще больше участников. Притом даже погода вроде бы не очень-то благоволила, было довольно-таки свежо, был сильный ветер, даже дождик на местах накрапывал, но это людей не остановило. Ведь страшно представить, что если бы была солнечная, теплая, ясная погода, было бы гораздо больше людей, правда? Да, мне кажется, было бы еще больше. Вот, если мы говорим еще про пожелания участников, да, то участники хотят, конечно, маршрут подлиннее. Проблематично в нашем городе будет, но мы в следующем году подумаем, можно ли что-то такое было спланировать, переговорим с ГИБДД, с охранопорядка, с администрацией города. Если что-то получится подальше, побольше, то естественно, мы это сделаем. Если нет, то у нас будет вот такой традиционный сейчас будет уже для нас маршрут, и если мы сравним с маршрутами прошлых лет, то он самый пока что у нас длинный и самый правильный, потому что до этого мы финишировали на Тятском проспекте, причем мы финишировали не через Боровского, а через Горького и, не знаю, как улица называется. Некрасово. Нет, Некрасово. Ну, не суть, то есть мы выезжали, получается, по второстепенному улицу, финишировали на Тятском проспекте, и, ну, немножко такой смазанный финиш. А в этот раз нам предоставили театральную площадь целиком, мы смогли организовать там очень крутой концерт, организовать показательные выступления, небольшие соревнования среди желающих, веловыставку. Единственное, что мы в следующем году будем дополнительно прорабатывать, пиарить, это велобархолку, потому что несколько человек к нам подходило, и потом писали, вроде как бы, что, где, как. То есть, мы видим, не совсем люди пока поняли, что мы хотели организовать, мы дополнительно этому уделим внимание, акцент сделан на этом, и в следующем году велобархолка должна у нас все-таки заработать. Да, еще от себя добавлю, что про траекторию вы уже говорили, про дистанцию, те люди, которые не могут проехать всю дистанцию, и дети особенно, да, вот вы сделаете, да, в следующем году мы сделаем, да, в промежуточную площадку, где будут собираться дети и те, кто не уверен в своих силах. Хотя, в принципе, вот мы посмотрели, были хорошие дороги, хороший асфальт, поэтому все доехали вообще без проблем, легко, даже те, кто все-таки приехал с подростками, там, лет 7-8, они доехали без проблем. Очень хочется деточкам маленьким проехать, там, 3-5 годиков, тоже поучаствовать в этом движении, поэтому это хорошо, что... Конечно, да, нам тоже хочется, то есть, мы попробуем, как делали, какой-то сделал продав, не помню, сделать... 16-й год, помню, там, когда у цирка финишировали. Сделаем промежуточную площадку сбора, ну, возможно, там, у администрации, как раз, у городской, Товоровского, Карамаса. Чтобы подборочку легко можно было сделать. Да, мы подъедем, сделаем небольшую паузу, всех дождем, соберем, и уже торжественно финишируем. Так что ждем велопарад 20-20 уже. Да, да. Примерно по датам, это будет так же конец весны или пока что-то? Ну, еще одно то, что мы велопарад делаем не в какие-то конкретные даты, которые мы захотели делать. Всемирные даты. Да, мы делаем в единый день велопарадов России. То есть, эта дата утверждена, повторю, Министерством Транспорта. И мы под эту дату, соответственно, делаем у себя в городе вот такое крутое мероприятие. Так что ждем распоряжения Минтранспорта, чтобы сделать велопарад уже 20-20 в городе Кирея. Еще одно событие, я не могу не упомянуть, это велогонка для всех, если не ошибаюсь, так называлось. Сколько для всех? Гонка для всех, буквально спустя неделю после велопарада. Что это было за мероприятие? В этом мероприятии мы проводим традиционно в Порошино, на круге здоровья, используя только дальнюю петлю, чтобы не мешать пешеходам, тем, кто просто прогуливается. Это у нас мероприятие направлено на привлечение новых участников в велосипедное соревнование. То есть, если велопарад, то у нас не спортивное мероприятие, это просто такой праздник, все пришли, прокатились. Показали себя, посмотрели. Да, тут нет какой-то такой спортивной составляющей, то гонка для всех это уже непосредственно спортивное мероприятие. Но мы специально убираем всех велосипедистов-профессионалов в отдельную категорию, даже любителей, кто у нас участвовал, и делаем категорию для новички. У нас каждый год пытаются туда залезть любители и спортсмены, мы их всех знаем. То есть, вот именно на знания это опирается? То есть, в такой фейс-контроль получается? По сути, да, в фейс-контроль мы проводим, и всех спортсменов убираем в отдельную категорию. Для чего? Для того, чтобы любой новичок, который купил велосипед полгода, год назад, или никогда не участвовал в велосипедных соревнованиях, хочет понять, что это такое, насколько это интересно, или это может быть слишком сложно. И мы делаем как раз простую трассу, чтобы не было каких-то наборов высоты. Там у нас песчаное покрытие, то есть, даже если паспортная, или там плохая погода, там в любом случае все это чисто. Мы делаем разметку, как на серьезных соревнованиях, ставим пункт питания, то есть, где можно попить воду, где можно сам перекусить. У нас работает механик, у нас стоит звук, система электронного хрометража, каждому выдается чип, выдается номер. Ну, единственное, что обратная сторона, если это у нас официальное мероприятие, то мы требуем справку терапевта, что нет противопоказаний, и требуем шлем. То есть, в принципе, все, там, взноса либо нет, либо он там символический. Вот, и вот, собственно, каждый желающий может приобщиться. И каждый раз после этой гонки к нам люди пишут, приходят, спрашивают тогда, что еще, нам очень круто понравилось, мы хотим еще. Вот, если мы говорим про еще, я такой планный переход сделал, то у нас 27-28 июля, это у нас последняя выходная июля, будет велофест. То есть, у нас ежегодно проходит летний велофест, ну, и тогда мы проводим там летний и зимний велофест. Вот, у нас был осенний, вот сейчас у нас будет летний. И там как раз будет категория новички. Да, там как раз мы сделаем категорию новички, это те, кто у нас не участвовал ни разу в соревнованиях, ну, посмотрим, может быть, допустим, те, кто у нас участвовал в Порошно в этом году. Трасса будет тоже несложная дистанция, также будет там 20-30 километров, будет система электронного хрометража, питание, ну, и все остальное. Категория любителей будет трасса чуть сложнее, да, то есть там уже будут какие-то подъемы, спуски, и у нас еще есть категория эксперта, то есть те ребята, кто катается давно, которым нужна прямо жесть, чтобы там были корни, спуски, опасные траектории. Так интереснее. Так, конечно, интереснее. У нас там примерно 30-50 человек набираются, они пойдут у нас отдельно. То есть, у нас будет два дня, и в два дня у нас будет несколько соревнований. То есть, вот у нас один день определен практически под Курскандри, потому что было много участников, много категорий. Сначала у нас будут стартовать дети, у них совсем простая трасса, то есть там по прямой туда, по прямой обратно, без ничего. Для подростков чуть посложнее, ну, и по категории новичка, любитель, эксперт я уже рассказал. В другой день у нас будет критериум, это чисто спортивная гонка шоссе, она небольшая по протяженности, там идет отсчет по кругам, на каждом круге есть, через определенное количество кругов есть промежутные финиши, и гонщики нарабатывают себе очки. Ну, и, соответственно, по очкам, потом определяется победитель. Очень зрелищная, динамичная гонка, то есть мы будем все в процессе еще дополнительно озвучивать, комментировать, чтобы зрителям было понятно, что это такое. Вот. Потом у нас будет даунхил, это экстремальная дисциплина, это скоростной пусс с горы сверху вниз, у нас есть подъемник, подготовлены 4 трассы специализированных, и мы ждем участников из города Ижевска, из города Нижненовгорода и, возможно, еще Москва. У-у-у, здорово. Вот. То есть звезды-звезды прям. Ну, не звезды-звезды, а просто участники, ребята, кто ездит по соревнованиям, потому что нам до них недалеко, и надеемся, что они к нам присоединятся, к кататься. Вот. Потом у нас будет беговел, ну, 50 на 50 будет, не будет. Беговел – это велосипеды для совсем маленьких спортсменов, без педалек, они просто у нас ножками отталкиваются, едут, у них буквально там символическая трасса, а тут самое важное, вот именно вот этот дух соревнования. Соревнования, поучаствовать в сам проекте. Да. Вот. И гвоздь больших мероприятий – это у нас открытие уже большой трассы в Пантель. То есть в том году мы сделали учебный круг небольшой, на котором мы проводили наши уроки, занятия, вот. А в этом году мы сейчас как раз производим дооцивку больших траекторий, все это будет асфальтироваться, и у нас появляется очень крутая площадка, она будет входить в десятку лучших по России, может даже не только по России. Она площадь 2600 квадратных метров, длина круга там порядка 300-400 метров, мы ее промерим уже по факту, после того, когда делаем все. Вот. На них будет несколько категорий, там будут хорошие призы, то есть за первое место это будут призы от Риал Спорта, и от Острого Сокровища там будут G-Shocky часы. Вот. И несколько категорий. Категория BMX – это велосипеды с маленькими киражами, 20 дюймов, категория MTB – это горный велосипед, и отдельная категория еще девушки. Там только профессионалы могут заявляться? Нет, там может приехать любой желающий, опять же, только при наличии исправного велосипеда и шлема. И шлема, и справки. Ну, на Памтрек мы справки не требуем, потому что тут риск, что человек, имея какие-то селищно-сосудистые отклонения, получит себе какую-то травму, минимален, то есть тут просто, скажем так, для увеличения количества участников. То есть тоже довольно-таки массово, очень селищно. Да, площадка находится в свободном доступе, там катаются дети, у нас катаются просто велосипедисты. В рамках соревнований, то есть нужно будет просто проехать круг как можно быстрее. Поясню, что такое Памтрек. Памтрек – это площадка, где велосипедист катается не за счет вращения педалей, а за счет использования инерции. То есть она вся... Отталкивается в верной кочке. Да, она состоит из таких маленьких кочек, поменьше, побольше, поворотов. И велосипедист, соответственно, используя свою инерцию, выталкивает велосипед ногами из-под себя, проезжает по этой трассе и за счет как раз вот этого раскачивания велосипеда сохраняет постоянную скорость, ну или набирает. Отсюда и название – Пам, качает трек, качающий трек. Очень популярная тема в мире. В Ижевске, например, в том году построила велосолюционный такой парк стоимостью 40 миллионов рублей. И сейчас, в сентябре, они проводят этап Кубка мира Red Bull. То есть Red Bull болеет в Ижевск для того, чтобы провести там, на их трассе, вот такое крутое мероприятие. Да, наша трасса будет ходить десятку лучших полос. Да, у нас она будет нисколько не хуже. Естественно, так и что она гораздо бюджетнее, потому что мы строим своими собственными ресурсами, плюс нам еще помогает администрация города. Там еще, конечно, предстоит потом много работы по благоустройству территории, но она точно так же способна доступе, и там можно кататься, в принципе, на роликах, на скейтах, на самокатах. А где сейчас памп-трек можно тренироваться, если площадка еще не заасфальтирована? Ну, она сейчас пока из асфальтовой крошки, ее можно уже катать. У нас два памп-трека. А уже можно, да? Да, уже можно. Это у нас на Филейке и на Юго-Западе. Ну, Юго-Западе – это маленький учебник, чисто земляной, а здесь мы построим именно такую крутую площадку, чтобы она была прямо вообще... Зрелищно, ярко, и можно посмотреть, покататься. Да, то есть принять участие может любое желающее. Мы будем делать квалификацию. Она будет состоять из того, что нужно будет проехать по этой трассе, попробовать свои силы. Если вы проходите ее за определенный лимит времени, вы переходите, ну, уже в квалификацию проходите и становитесь участником соревнований. Квалификация будет в дни феста, 27-го, 28-го? Мы посмотрим, мы откроем предварительную регистрацию. Если участников будет очень много, тогда, скорее всего, мы квалификацию начнем делать заранее. Предварительная регистрация будет по всем направлениям? Да, по всем. Когда, например, мы будем? Я думаю, что в следующей неделе уже регистрацию мы запустим. Нам положение подписали, план безопасности у нас согласован. Сейчас нам нужно только, собственно, доделать трассу и открыть регистрацию. Где можно ознакомиться с новостями? Вся информация по Велофесту у нас в группе Велошкола Киров и в Событии. То есть, есть события, созданы события Велофест и Велошкола Киров. Да, вся информация там. Повторюсь, что у нас вся регистрация, вся регистрация, кроме пам-трека, это на кросс-кандре, на шоссе, на Донхилл, она у нас будет предварительная. То есть, можно зарегистрироваться предварительно. Там, в четверг-пятницу, накануне Велофеста, прийти на Московскую 23, получить номера и уже прийти на мероприятие на самом. То есть, в день соревнований регистрация будет закрыта. За исключением пам-трека. То есть, на пам-трек можно будет прийти, если вы успеете в очередь встать и, соответственно, партии квалификации, если вы заранее не зарегистрировались, и принять участие в мероприятии. Но все более подробно по каждому из событий, то есть, по каждой гонке мы отдельно будем расписывать, делать пост в нашей группе, в группе событий. Все соревнования будут проходить параллельно или по очереди? Мы сделали так, чтобы у нас не пересекались они особо. По тем участникам, кто будет. То есть, мы разнесли по дням критериум, это шоссе и кросс-кандри, отдельно разнесли Донхилл, Пам-трек, и у нас еще будет, забыл сказать, на нашей площадке Спилл-парк небольшие соревнования по любительскому велотряму. То есть, там у нас есть элементы любительские, опять же, да, то есть... Да все рядом, все массивное. Да, все рядом, да. Которые нужно будет проехать на время. То есть, фигуры будут показаны, какие нужно сделать. Конечно, фигуры, порядок проезда, порядок проезда будет показан, и любой желающий, опять же, при наличии шлема, регистрироваться на это заранее не надо будет, может прийти, попробовать свои силы. Да, вчера буквально там была, ребята тренируются уже вовсю. Ну, на самом деле, как только мы заканчиваем какую-то площадку, и даже когда мы не успеваем еще закончить площадку, уже набегает куча народа, велосипедистов, просто детей гуляющих, тем более мы делаем площадки так, чтобы у нас были не так спортивные объекты, все-таки как элемент благоустройства территорий. Вот они так, собственно, юридически у нас и проходят. И поэтому со стороны это выглядит просто, как какая-то крутая площадка, где можно просто отдыхать, проиграть время самостоятельно, там, либо с детьми, как угодно. Ну, и в том числе, хатастные воспитания. И давайте отметим обязательно, что это не только спортивные события. Мы приглашаем всех еще желающих посмотреть на то, как это все проходит, как ребята, спортсмены, любители, показывают себя, свою веру, свое мастерство. Можно прийти посмотреть, будет культурная программа еще организована. Да, мы планируем организовать сцену, на которой будет розыгрыш призов, и самое важное, это концерт. То есть, кто пока будет выступать, в каком формате у нас еще обсуждается. Ну, мы, по крайней мере, планируем. Так что следите за новостями в группе ВКонтакте Велошколы. Да, будет еще организовывать фудкор, то есть, можно вот прийти покушать. То есть, это мероприятие... Пикник, такой велопикник. Да, помимо еще, скажем так, спортивных мероприятий, у нас еще будут такие вещи, как показы фильмов. То есть, мы в оба вечера, суббота на воскресенье, и в воскресенье будем показывать фильмы на москве на тимач. Там же, на этой же площадке. Конечно, да. Но если вы хотите, можно взять палаточку и, в принципе, остаться ночевать. Прямо здесь, там место позволяет. Итак, заговорили мы... Про Виллафест, вроде бы, все понятно. Ну, в общем-то, да. То есть, все более подробно. Сидите за новостями. На Эхо Москвы тоже будем обязательно озвучивать. Вся новость о надвигающем Северном фесте. Обсудили уже площадки, которые создают Федерация велоспорта на Северной набережной. Да, это очень большие территории. Очень много вложений собственных ресурсов. При помощи администрации города Кирилл, конечно, это все достигнет. Мы не обсудили еще одну площадку. Не площадку, скажем так, велопешеходную дорожку, которую планируется как раз имя с администрацией сделать. То есть, мы сейчас ведем переговоры о соглашении между администрацией города, с дюшором номер 3, и федерациями, которые развиваются виды спорта на Филейке. О том, чтобы в рамках этого соглашения закрепить определенные участки, определенные полномочия за федерацией, чтобы можно было продолжать вкладывать свои собственные ресурсы и знать, что они у нас будут в дальнейшем как бы оккупаться. Потому что, к сожалению, пока велоспорт в России все-таки у нас по большей части коммерческие... На личной инициативе. Да, на личной инициативе с вложением в личные средства. То есть, пока что единицы могут похвастаться тем, что... Причем вложение безвозвратное. Да. Единицы могут похвастаться тем, что, например, хватает полностью финансирования Министерства спорта для того, чтобы развивать свой вид спорта, выращивать спортсменов и хватать их еще вывозить. Все равно вынуждены вкладывать пока свои ресурсы. В рамках этого соглашения, до этого соглашения еще мы презентовали такую идею. На Филейке есть территория душер номер 3. Это, все знают, лыжеролерная трасса, но это спортивный объект. По идее, по которому просто гулять, ходить нельзя. Потому что там проходят тренировки, там какая-то спортсмена больших скоростях. На особый же он. Да, да. Но ввиду отсутствия благоустройства на данный момент на территории Северной набережной как таковой, все гуляют как раз вот там. Либо гуляют по тротуару вдоль самой Северной набережной, где в этом году, конечно, благоустройство небольшое провели, там поставили хорошие такие скамейки, поставили фонарики, все круто. Но тем не менее, чтобы дойти от этого же трамплина, от душер номер 3, от той территории до Северной набережной, приходится всем идти либо по тропинке, где грязно, либо по асфальту. В итоге, конечно, набирают асфальт. Тем более, еще на территории Дюшер поставили Газпром в том году, очень хорошую площадку, такую коробку. На ней тоже ребята постоянно занимаются, там играют. Как-то попасть. Непонятно, да? И мы предложили сделать что? Создать такое именно дело пешеходную дорожку, которая посоединила территорию трамплина в обход лжерольной трассы, соединяя наш скилл парк, пам-трек и трассу кросс-кантри с Северной набережной в единое целое. Наша идея получила одобрение. Совместно с городской архитектурой мы разработали пока что эскизный план, концепцию, как это будет. Прошли с инженером УДПИ по маршруту, сделали определенные замеры, посчитали, нам осметили все это. И вот следующий шаг, я думаю, что в этом году мы приступим к чистке территории под нее и уже планируем грунт. То есть планируется сделать два этапа. То есть первый это отсыпать асфальтовой крошкой и сделать такую общую пока дорожку, а в дальнейшем еще ее расширить и сделать велопешеходной. То есть вот часть брусчаткой предназначена именно для пешеходов, где там будут кармашки, для скамеек, фонарики и все остальное. И конкретно для велосипедистов отсыпаем асфальтовой крошкой. Почему не асфальтовой, не просто асфальт, а именно асфальтовой крошкой? Потому что на асфальт все-таки будет скорость выше, это рискованно, а этот круг мы планируем именно как прогулочный, не как спортивный, а как прогулочный. Потому что можно любой желающий на велосипеде взять и просто прокатиться по филейке, скажем так, по красивым местам, подышать воздухом, но при этом сделать это безопасно для себя и для просто прогулившихся пешком. И соответственно как бы мамы с коляскими тоже будут гулять не по велосипедной дорожке, а по пешеходам. И это планируется сделать уже в этом году? В этом году планируется начать работать. Расчистка. Да, расчистка, если получится. У нас много дорог в этом году асфальтируется, много гулянт асфальта высвобождается как раз и вот его город предоставили для того, что можно было цепить. А потом уже будем смотреть, каким образом можно привлекать ресурсы дополнительно, чтобы это все благоустроить, вот так вот, как это должно быть. Средства какие, чьи идут на это? Средства, ну, наши личные и вот администрация города включается в МНГ. Да, поэтому мы призываем тоже все, у кого есть материалы, у кого есть желание, энергия помочь. Ну, материалы пока не нужны, и пока что нужна энергия и желание. Дело можно в следующий год припасти. Сейчас нужна просто чеческая помощь. Опять же, если есть желание помочь, не знаете, куда себя одеть летом, пишите нам в группу, мы обязательно придумаем, что с этим делать. Да, или в группе тоже так же объединять, что ребята вот сейчас собираемся там-то, там-то, как в принципе по лимчинке делать. Да, по старту. То есть сейчас благоустраиваем, у кого есть свободное время, приезжайте. По поводу объединения у нас как раз тот грант, который мы выиграли в этом году, называется «Велошкола объединяет людей». То есть если мы первый грант выигрывали, у нас он шел на создание как раз велосипедной инфраструктуры, на филейке, там были трассы кросс-кантри, как раз был скилл-парк, учебный паум-трек, трассы велосипедистов из разных групп, то есть туристов, для них делать мероприятия, для кросс-кантри, для тех, кто занимается шоссе, для просто катающихся на велосипедах как раз через проведение всевозможных таких мероприятий людей объединять для того, чтобы у нас решались определенные вопросы, связанные с велосипедно-спортным и велосипедной инфраструктурой. То есть помимо мероприятий, которые будут привлекать людей, это вот велофесты, велопробеги, Объединяющие... Да, была вело-ночь, будут туристические походы, вот у нас как раз сейчас планируется поход 14 и 20 июля, это будет дра и обратно. Денис Ряпин организует традиционный такой ужас. Видео ВКонтакте уже все-таки есть. Да, то есть можно регистрироваться, проходить там бесплатные брифинги и участвовать в этом крупном мероприятии. Вот помимо таких мероприятий, которые просто привлекают людей и объединяют, у нас запланированы велофорумы. У них разная тематика, одна из тематиков это разработка доступных туристических маршрутов вблизи города, чтобы любой желающий без инструктора просто взять, выбрать маршрут, посмотреть, что он себе представляет, описание, и проехать его, получить удовольствие и, соответственно, потом еще позвать на друзей. Потом у нас велофорумы это городские маршруты, это как раз связано с тем, что у нас нет велосипедных дорожек, но люди так и так катаются, но нужно нам те направления, которые уже существуют, сделать более удобные. Более доступные. Более доступные, да. Причем доступные не только для велосипедистов. Вообще для мобильных групп. Потому что мы-то спортсмены, но какая разница, чем больше препятствий техно-брыг, как бы лучше, но это негативно влияет на... Не для всех велосипедистов. Да, это негативно влияет на количество тех людей, кто использует велосипед просто как транспорт. Велосипед же вещь универсальная, это и спорт, и транспорт, и времяпрепровождение, и тусовки, и все остальное. Но поэтому форумы как раз разбиты. То есть про туризм я сказал, про направления. То есть мы будем разрабатывать концепции велосипедных направлений по городу, чтобы можно было потом их объединить в единую сеть и проработать. Для начала просто сделать их более доступными, убрать там какие-то бордюры, сделать пандусы, посмотреть где-то, что можно изменить, так вот небольшими вложениями. Тем более малых дел. Да, а в дальнейшем можно потом эти маршруты брать за основу и делать в них велодорожки. Потому что проблема велодорожек, если ее сделать просто так, как ее хочется, скажем так, сделать чиновнику, удобно, то она потом не работает. Это уже прошла Казань, Пермь, Москва. Потому что они делали... Так, как удобно людям. Да, так, как они будут их использовать. Потому что если сделать их просто, как хочется, то они будут мертворожденные, они просто будут из никуда в никуда. И потом скажут, так, никто-то не катает, зачем это сделали, зачем вложили ресурсы. Потом форум у нас будет по езде зимой. В этом году уже как раз вот в январе месяце. У нас же много велосипедных катается, но многие почему-то боятся, что зимой неудобно, невозможно еще что-то. На самом деле кататься зимой легко, просто и доступно. Зимой даже удобнее, потому что как раз все эти бордюры, ступеньки пандоса, конечно, не слаживаются и превращаются в ровные тропинки. И мы как раз для таких людей будем делать велофорум, будем разбирать, какие существуют всевозможные психологические, физические барьеры и разрабатывать какую-то концепцию, может быть, в виде дальнейших лекций и еще чего-то, чтобы популяризировать езду на велосипеде зимой. Потому что на велосипеде зимой ездить на самом деле тепло, холодно стоять на столов, кешать автобус или погревать свою машину. И чистить от сняли. Потом велофорум у нас будет на городское мероприятие, ну, не обязательно на городское, просто на велосипедное мероприятие. То есть, может, как конкурс, да, то есть люди будут предлагать те мероприятия, которые они хотели бы видеть, потому что мы организуем велопарады, мы организуем соревнования разного формата, много-много всего, но вдруг вот кто-то, что-то хочет еще, например, велоквест. У нас вот какое-то время были, потом пропали, может быть, велоквест хотят, может быть, какой-то другой формат мероприятия. То есть, опять же, мы приглашаем всех желающих, чтобы они генерировали свои идеи, мы будем их как-то обсуждать, переводить как по вот уже такому формату проекта и... Голосование будет? Да, да, и потом уже реализовывают. То есть все реально провести? Все реально. Ну, не все, ну, условно все. То есть то, что мы сейчас рассказали, это те концепции, которые включают в себя грант, которые ты получил на два года. Это следующие. Да. Все эти мероприятия и форумы. Там очень много мероприятий. Мы календарный год уже выкладывали где-то, потом еще немножко обновлюсь, но продублирую группу «Велошкола». Вот. И самое важное, что у нас «Велошкола» сохраняет свои уроки. То есть у нас будут уроки... Да, про «Велошколу» еще там. Да. У нас «Велошкола» что за проект? То есть мы обучаем людей. Первый этап – это безопасно, правильно кататься по городу, соблюдая право дорожное движение, чтобы это было безопасно для вас, для других участников, для пешеходов и для нервной системы автомобилистов. И пешеходов. Да, у нас уже идут уроки. Мы сейчас пока проводим их для тех, кто проводит до РА и обратно, чтобы они умели двигаться в группе велосипедистов, соблюдая, опять же, правила дорожного движения и ориентироваясь, как правильно поворачивать, как правильно показывать дистанцию, соблюдать и много чего еще. Мы потом эти уроки продолжим дополнительно для всех желающих. Можно записывать уже сейчас. Гугл-форума, она прикреплена у нас на стене. Вот. Да, да. Потом уроки, которые, опять же, уже стартовали, можно записываться по Cross Country. Ну, Cross Country это езда на горном велосипеде. У нас блок из четырех бесплатных уроков, где можно прийти и понять, как правильно сидеть на велосипеде, как правильно подобрать высоту, сидение, разворот ручек, как правильно настроить руль, как правильно пользоваться тормозами, как правильно поворачивать, тормозить, забираться в горки, спускаться с горок. То есть, блок из четырех уроков у нас уже обкатанная программа по прошлому году. Благодаря этому люди могут понять, вообще интересно ли им такое направление, как Cross Country, насколько оно полезно. Для них непосредственно можно как-то хотеть когда столько по асфальту или там выше, чем трехсантиметровый бордюр, им препятствия неинтересны. А может быть, наоборот, они хотят заниматься велосипедным спортом и в дальнейшем они привлечут как раз к этому. Уроки по даунхилу тоже для более продвинутых хиллспеездов. Если им не хватает экстрима от Cross Country и других направлений, можно прийти и попробовать, что это такое. Это все бесплатно, опять же. Так, что у нас еще? И у нас в этом году нововведение по урокам это уроки по велотуризму. Мы анонсируем чуть позже, это уже на август месяц. То есть многие хотят кататься на велосипеде куда-то за город. Ну, например, порядок каких-то причин не знают, как это сделать, как подготовить велосипед, как подготовить себя, куда можно, куда нельзя. А тут можно будет записаться, вам позвонят, назначат удобное для вас время, соберут вас в группу и вы с инструктором поедете, он все расскажет, покажет, вы почувствуете, что такое. Во-первых, сейчас страшно, что вот уеду я куда-нибудь, а вдруг я обратно не смогу вернуться, устал, например. Конечно. Все это преодолевается. Все это преодолевается, исходя из ваших способностей через анкету понимания, на какой маршрут вы готовы. Вот, мы вас собирать, повторяю. На первом этапе. Собирать вас в группы и вы будете ехать уже по веломаршруту. Для того, чтобы в дальнейшем вы могли на базе как раз вот этих маршрутов, которые мы сформируем в течение этих двух лет, уже самостоятельно заниматься таким велотуризмом. Самостоятельно нельзя ни с семьей. Да, потому что велотуризм есть глобальный, когда человек собирает рюкзак, готовится несколько месяцев и уезжает чуть ли не на год, потому что сейчас в сети постоянно проскать, кто-то едет 10 тысяч, кто-то 100 тысяч, кто-то в кругосветку едет. Это уже такие серьезные мероприятия, это уже все индивидуально. А мы говорим про такой простой велотуризм, то есть велопоход выходного дня. Собирать с друзьями, кинуть в рюкзак все необходимое, уже зная, что нужно, уже зная маршрут, и поехали прогреть. И вы с этим поможете? Конечно, да. Класс. Где проводятся эти занятия? Мы собираемся на филейке, это если мы говорим про специализированные направления, кросс-кантри, доун-хилл. На площадках? Да. Если мы говорим под городскую еду, мы собираемся на театральной площади. По велотуризму пока точка сбора не определена. То есть это либо будет театральная площадь, либо также будет филейка. Ну и тоже подробности. Да, это все будет уже чуть позже. Что ждет нас? Какие события? Велосипедные июль-август? То есть эти милиции? Июль-август у нас два велопохода до рая. 14-20 июля. 14-20 это для опытных там пробег будет 150 километров. Для любителей 20-го это будет 100 километров. 27-го, 28-го это у нас будет велофест. А потом у нас будет в августе день физкультурника будет встречаться завтра. Будем планировать, что мы можем сделать по велотеме. Но уже 100% будет драйгрейсинг на велосипедах на солнечной. То есть можно вот такая короткая дистанция просто на вываях по-быстрее проедет. Там на любых великах? Да, на чем хочешь абсолютно. Кроме электровелосипедов. Ну понятно. Вот. Обсуждаем пока еще прыжки в подушку на лучший трюк. Ну то есть когда встретимся будем планировать, что за формат мероприятия у нас пройдет. Потом у нас в августе месяце в Нашижме проводят традиционный веломарафон. Это дистанция порядка там 70 километров. Она собирает у нас около 150 участников из разных городов России. Ну в первую очередь как бы из городов Кировской области. Вот. Это не столько сложно с точки зрения техники трассы, сколько с точки зрения выносливости. Потому что там нет каких-то серьезных спусков техничных там каких-то опасных. Просто на выносливость. Ну потому что это марафон. Вот. Потом в сентябре у нас пройдет ночная гонка. Либо это у нас будет в сумароках, либо это у нас будет опять же на филейке. Это мы еще пока в планах у нас. Ну про форумы. Про форумы я уже рассказал. У нас один форум пройдет если не ошибаюсь в августе. Один осенью, один зимой. Еще два форума пройдет в следующем году. По темам мы узнаем позднее? Да. То есть вся информация, которая у нас по всем мероприятиям, уроки, велопробеги, велосипедные соревнования, все у нас в группе, мы все анонсируем заранее, то есть как минимум за 2-3 недели. Отлично. Вроде бы все успели обсудить, потому что время программы подходит к концу. Можно в следующий раз встретиться, обсудить где-то через месяц, через полтора, что у нас происходит именно со спортом высших достижений в велосипедном спорте, потому что нам открывают отделение велосипедного спорта. То есть наконец-то зафункционирует именно велосипедная секция. Велосипедная секция, то есть пообещали власти? В сентябре, январь месяц открывается отделение велосипедного спорта и мы сможем набирать детей на бесплатное обучение именно в группу начальной подготовки именно для велосипедистов уже потом для того, чтобы из этого формировать чемпионов. Да, это будет очень здорово. Обязательно перед сентябрем еще встретимся, это обсудим и расскажем, как проходили эти мероприятия для тех, кто мало ли так или иначе не смог на них попасть. Хотя всех мы зовем очень, особенно на Велофест, который состоит 27-28 июля, вот уже очень скоро на Филейке. Поэтому следите за новостями, приезжайте, приходите, смотрите, получайте удовольствие, участвуйте. Но совсем скоро регистрация уже откроется предварительная. Это была программа «Сфера спорт». У меня в гостях был Григорий Францев, президент Федерации Велоспорта Киевской области. Удачи, Григорий. Спасибо. Успешного проведения всех мероприятий. Спасибо. До свидания. Всего доброго.